МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посвятая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працуя Александр Гамоля, глядите в этом выпуске. Кожное питание на собистом контроле. Старшиня Гомельского облвыконкама Геннадий Соловей сегодня провел прием грамадян и прямую телефонную линию в Житковичах. Развитие партнерских совместей у Гомеля рыхтуются до проведения бизнес-ден. Дорогое слово «мама». Сегодня у Гомеля прошло финальное мероприемство акции, якая неколький ден подорожничала по регионе. Белорусские напевы. У Центральной городской библиотеки имя Герцена открылась выстава декоративно-прикладной творчести. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Капитальный ремонт жилья, оказание медицинских послуг и развитие кабельного телебачения у сельской мясцовости. Старшиня Гомельского облвыконкама Геннадий Соловей провел сегодня в Житковичском районе прямую телефонную линию и прием грамадян. О богученных проблемах и принятых решениях материал наших корреспондентов. В 2017 году в Житковичах пройшли областные дожинки. До этой падеи были промеркованы масштабные работы, у вынеку яких город, по словам мясового насельства, стал саправдой утульным. Разом с тем, это не значит, что все проблемы оказались вырешенными. И хоть глобальными их назвать нельга, для конкретных людей они з'являются життёво важными. Жахар в улице Рабочий скарзится на недоброупарадкованность территории, по якой навыц складаны проехать на автомобиле. И не задовольняющую организацию работы по сбору сметься. Контейнеров для бытовых отходов тут не бачили николи. Ситуация для нас понятна. Дело в том, что мы на следующий год будем закладывать бюджет каждого района, чтобы они могли, дворовые, проводить соответствие, все ваши улицы, дворовые. Это будут, конечно, небольшие деньги, но, по крайней мере, на виду. Хотя касается настоящей ситуации, поручение обществления исполкома будет привести в соответствие, разобраться с мусором, это, конечно, ну, как-то непонятно, если вы в одно определенное время выносите и забираете совсем другое. Подумаем, как это упорядочить сбор мусора. Поэтому по упорядочению тоже писатель исполкома. Срок недели. Яши по одним адресе старшиня был в Иконкам, а после завершения приема выехал особиста. У доме номер 7 по улице Перамоги капитальный ремонт, одна из гомельских организаций, официально завершила еще несколько месяцев у тому. Але на справе все оказалось не так добро, как на паперы. Недопросовок столький, что жахары были вымушены звернуться до керовника региона. Тем более, что сами будовники выправлять их не спешаются. Янацеловей-Перакананы. Тут нема неких значных проблем. Дорушение ликвидовать недохопы у ближайшие дни. Да, люди жаловались, было направлено письмо. Обещали не устранить до конца третьего квартала. Но в связи с большими объемами работы и вводом объектов по девяти месяцам было договорено с ними до конца этого месяца все недостатки устранить. В противном случае будем устранять сами и потом затраты все возмещать через суд. Сирот выказанных просьбов Жахару Житковицкого района ремонт сельской дороги, выделение земли для ведения фермерской господарки, подключение до кабельного телебачения у отдаленных вёсках. Хоть не все звороты тычылся в решении неких проблем. Жахары агроградка Рышоу выказали подзяку мясцовым органам Улады за допомогу в подавництве моста прозреку Ствигу. Объект нестратегичный, але для вязковцев мая великое значение. Вогуле неколи мост тут был, але с часом просто развалился. А на другим березе раке вязковцы и ягоды збираюць и дровы нарыхтовуюць. А праша того вынеку пожару в лесной массиве мост дозволить выратовальникам терапитна меса больше оперативна. Машины объезжали вокруг, у нас там соседняя деревня березцы, и там мост такой бетонный. И туда, ну это километров 14 или 15, делали объезд под дрова в основном. А кто хотел добираться по ягоды, тут лодки. Лодками перемещались, лодками на ту сторону переезжали, а потом обратно переезжали лодкой. Вязковцы кажут, что для их гэта было бы удавництва местогодзя. Яны навыц собрали полову необходной суммы. Непасрэдно узвядзеннем моста займалися беларуские военные при допамузе мясового лесгаса и предпримальников. Новый мост, який стал саправды народным, открыленный минулым тынне. И еще одно пытание, якое прахучало пачас приему жидкаучан – просоладкование. Старшиня был ваканкам и перакананы. Дастойные умовы для комфортного життя необходно створать непасрэдно помесы жихарства людей. Тут шмат залежать от мясового керавництва и инициативы самого насельництва. Але и у Житковицким районя сегодня можно знайсти становчие приклады. У вас есть пример сегодня даже у частного предприятия, да, в Шуруба. Зарплата более тысячи рублей. Но там работать надо. Конечно. Второй вопрос – у нас есть предприятия, которое возьмем хозяйство. Вот мы сейчас в Житковичах строим ферму. В Дьяковичах. Здесь возьмем белье тот самый. А почему, разве почему вот один может хорошо, эффективно работать по-хозяйски? Конечно, зарплата зависит. И вы знаете, что не в колхозах можно зарабатывать деньги. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадо, компания «Гомель», Житковицкий район. Завод сульфатной белиной целлюлозы на Светлогорском ЦКК повинен быть уведены у эксплуатацию до первого снежня. Об этом сегодня поведомил журналистам старшиня концерна «Беллес Бумпрам» Юрой Назаров. По его словам, на даденном момент забеспечена стабильная работа завода на уровне 700 тонн за сутки. Запрошены замежные партнеры, которые дают рекомендации по поэтапным выходе на проектную могутность. Как поведомлялось, «Держпромнагляд» выдал дозвол на открытие завода сульфатной белиной целлюлозы на Светлогорском ЦКК. Заключение Гомельского областного управления подтверждает его ответственность за отсверженные проектные документации по требованиям биоспеки и эксплуатационной надеянности. На заводе что год планируется выпускать 400 тысяч тонн сульфатной белиной целлюлозы. В пятницу пройдет международный форум «Бизнес-дни» в Гомеле, его удельниками станут представники деловых колов с 19 краин. Форум организовывается в пятый раз, и за час проведения он стал эффективной працовкой для установления деловых контактов, отмеркования актуальных питаниях развития бизнеса и обмена в опыта. На форуме предугледжено три сессии. Будут разгляджены сучасные технологии для повышения конкурентоздольности региона, инструменты для поширения предпринимательской сферы, пошуку новых рынков и притягнений инвестиций. В программе серия бесплатных семинаров-практикумов для керовников предприемств, маркетинговых служб и юрисконсультам, которые организуют Гомельское отделение Белорусской Ганльево-Промисловой палаты. У перепису населенства приняли удел свыше 510 тысяч жихаров Гомельской в области. Две трети из их переписались на стационарных участках альбо на працованных местах, куды так само приходят мобильные группы. Остатние дадины предоставлены виртуальным способом. Даречи, при заполнении анкеты онлайн можно выиграть приз. Подробязности у Марины Джалой. Сергей Тарасов працует на Мазырском НПЗ. Кабы заэкономить час, сябей свою семью переписал проза интернет. Дякуючий этому стал владельником смартфона, який пообица подарить женцы. Кожный день Национальный статистичный комитет Беларуси называет имены удельника онлайн-перепису, який отримливает призы. Каб повиншевать переможцу с нашего региона, у Мазыр приехало керавництво Головного стата управления Гомельской в области. Переможцы выбирают один раз в день выпадковым способом. Не знал, что имеется акция. Я узнал только в конце переписи, когда нажал кнопку подтвердить данные, там уже было сообщение, что вы стали участником акции и есть возможность получить смартфон. С понеделка 21-го кастричника переписчики начнут приходить додому. Стационерные ушастки будут працевать до 30-го кастричника включена. До конца интернет-перепису засталось всего два дни, а пошняя дата 18-го кастричника. О проблемах, которые возникают подчас переписной кампании у тех, кто заполняет анкету онлайн, нашему телеканалу рассказали уголовным стату управления в области. Есть определенные проблемы, человек не может зайти, потому что его данных нет в этой межбанковской системе идентификации, либо эти данные устарели. Система построена таким образом, что если человек в течение трех лет не обращался в банк, то считается, что его данные устарели и эта система межбанковская не пропускает у нас от переписи, просят человека прийти в банк, чтобы обновить данные. Обязательно приходить в банк, чтобы обновить данные? Либо можно переписаться, а потом уже обновить? Как вы? А никак вы не перепишетесь, не посетив банк лично с паспортом? Какий способ перепису больше до сподобы населительства? Наша сдымочная бригада доведалась запытания, проведенного на улице Гомеля. Буду ждать, когда придут домой. Почему? Ну, хочется пообщаться как-то с молодыми людьми, с девушками. На стационарной. Почему не домой? Не знаю, пройтись. Мне так удобно. Нет, еще не прошел. Каким образом будете проходить? Каким способом? Я работаю в библиотечной системе. И у нас на проспекте Реческом идет перепись. Я там можно сказать я там прописан и я там пройду. Дома будете ждать? Скорее всего так. По интернету как-то не получается все время этого времени. Человек придет лучше поговорить с живым человеком. Наверное, через интернет. Вы не забывайте, что два дня осталось. Будем стараться. Каким способом? Интернет. Все получилось? Да. Нет, еще не успела, только приехала. Каким способом будете проходить? Через интернет? На участок пойдете или домой будете ждать? Еще пока не знаю. Домой навряд ли скорее всего интернет. С любыми питаниями на контрперепису можно звертаться на горячую линию уголовного стата управления Гомельской области. Ее номер 211003. Она працует что день с 9 до 21 год часу. Альбот телефоновать у кол-центр национальных статкомитета по номеру 8 801 100 31 31. Марина Джала Игорь Марышенко телерадиокомпания Гомель при поддержке телеканала Мазир. Дорогое слово мама. Сегодня в Гомеле прошло финальное мероприемство акции, которое несколько дней подорожнило по регионе. Ее в 9 раз провело Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира. На сегодняшнее свято запросили 80 женщин, которых ознагарожили в 7 номинациях. Усягого в расистах приняли удел 200 мать из разных кутков в области. Мама и Родина очень похожи. Мама красивая, Родина тоже. Вы присмотритесь, у мамы глаза цвета такого же, как небеса. Мамины волосы цвета пшеницы, что на бескрайних полях колосится. Мамины руки теплые и нежны, напоминают луч солнца о ней. Матьи, это пешота и клопот, это бессонная ночи и радость от первой усмешки. Нездарма кажуть, что спокой женщины заканчивается тогда, когда она в першиню берет на руки свое дитя. Саправдная матьи оберегает детей на протягу усягу життя. И даже тогда, когда они сами становятся батьками. Нема межа для материнской любови. Миноветы такие женщины, которые материнский клопот сумешают с працей, собрались в зале Гомельского областного палаца творчества детей и молодых. Я пенсионерка и работаю социальным работникам. Поэтому вырваться где-то куда-то очень сложно нам. Не часто, конечно, выпадает такое. Так что спасибо за это, что нас сюда пригласили. Слово «мама» немае и территориальных межа. И оно не только на многих мовах гучшить подобно, а лей сдольно объеднать народы разных краин. Я родилась в России и даже маленький секрет, скажу, у меня отец был первым организатором монумента дружбы. И я в Комсомоле тоже принимала участие. Это село Ново-Юркович Брянской области. И там у нас не было границ, не было разницы, россияне Украины и Белоруссия дружили все годы. Для меня это, видимо, с генами уже. И когда была вчера перепись, мне вопрос задали. Вы себя ощущаете кем? Россиянка или белорусская? Я говорю, 50 на 50, я уже не знаю, кто. Даже больше, видимо, в Белоруссии больше, видимо, белорусской. Акция «Дорогое слово мама» фонд мира проводит в девятый раз. За этот час мероприемствы пройшли в 19 районах. У них поудельничали около 2600 мать. Это женщины, которые унесли вклад в социально-экономичное и культурное развитие региона. Кировники, аграрии, молодые и шмодетные мать. А так само женщины, которые выховывают приемных детей. Мероприемства с нагодой Дня Матти завершаются. Али Матти сама повинна быть святым. Человекам, побудьте которым больше счастливыми и выполненными становятся дети. А дети хай никогда не забывают тех, кто колыхал их немовлятами и мощно притескал до своего сердца. И кто в думках за все держит за руку свое родное детям. Марина Джалая, Светлана Князева, Игорь Марышенко, телерадо, компания Гомель. Силовый экстрим набывает все большую популярность. Городские святы не обыходятся без конкурсов, где выбирают самого мощного человека. До этого часа на таких споборностях свою мощь уявляли выключены мужчины. Однако сегодня дошла черга и женщин. Одна из первых стронгвумен Беларуси, будучи лясник, Кристина Морозова из Лельчицкого района. На рахунку студентки Гомельского державного университета имя Франциска Скарына, рекорды у 70, 115, 160 килограммов. Девчина родом загорагородка Стадоличи. Коли поступила у Гомельскую ВНУ, стала тренироваться у Дзюшар Гомсельмаш. Одной же прочитала, что у Гомеля проводятся споборницы по силовым экстриме. Связалась с организаторами турниру Бизон Стронгмен и Стронгвумен. Первый раз выступила селита в Липене выпробовально. На споборницах она, до речи, была одной девочиной. Кристина 14 раз опера кулила 160 килограммовую шину за 90 секунд. Я не могу сказать, что это такое, что это необычное. Согласна, тяжело, нужно много работать, нужно упорно работать, но это такой же вид спорта, как и другие. Если вы чувствуете, что это ваше, если вы хотите это попробовать, почему нет? Если я прихожу, допустим, в зал, я чувствую, что это мое. Если я не похожу, допустим, неделю-две на тренировки, я чувствую, что что-то не так, чего-то не хватает, пускай бы, какая бы хорошая полноценная жизнь не была. Турниру Бизон Стронгмен и Стронгвумен, которые проходят в Гомеле при поддержке городской организации БРСМ. Тут ей рекорд поднимания переноска менял 70 килограммов, с которым девчина переодолила 68,5 метров. Но силовый экстрим – это все-таки хобби, основная тяжкая атлетика. Девушкам немножко легче у нас штанги, они, естественно, не поднимают, как парни, у них своя подготовка, своя программа, естественно, нагрузки не такие поначалу, но потом они немножко крепче становятся и уже в силу своих возможностей каждая девушка поднимает по-своему. Насколько тяжело работать с Кристиной? Можно, одним словом, легко. Человек трудолюбивый, работает, знает, чего он хочет, стремится выступать везде, где возможно выступить. У планах на будущее у Кристины опробовать буксировку автомобиля, однако на первом месте в учебе и тяжкая атлетика. Вероника Хамзюкова, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Белорусские напевы. У Центральной городской библиотеки имя Ерцина открылась выстава декоративно-прикладной творчести майстра Аллы Банкрашковой. Она присвечена году малой родимы. В экспозиции представлено 15 панно, соломки, кукурузы, объемные фигуры лялек и живел. Национальный колорит так само одлюстровывает выработку зелену и текстилю. Кожный из их уникальное авторское творение, у яким натуральные материалы перетвораются удивные в образы рослинного и живельного свету и складают белорусские орнаменты. Проставленные на выставе творы были сработаны за год. Кукуруза мне очень нравится этот материал очень теплый материал он правда очень хрупкий но в домах в квартирах эти картины смутятся очень легкими и они передают комнате такую вот легкость воздушность а вот тем более это материалы натуральные солома натуральный материал у нас очень мало соломка сейчас кто работает к сожалению вот мне бы хотелось чтобы было больше мастеров именно хороших мастеров С соломкой майстра працуя маль 40 годов и она вучилась у Гольницким профессийно-техничным колледже народных мастерских промыслов на инкрустатора соломкой после працевала у Жлобине на фабрице по мастерской инкрустации и гомельской фабрице мастерских выработок Любна долгий час Аллах Банкрашкова была мастерком оформителем а в 2013 годе распрацовывала тему и оформление пляцовки на дожинках у Жлобине это и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by на этом выпуск завершен и дякую за увагу и до встречи в эфире де-факто на телеканале Белару-4 в студии Руслан Габрилев здравствуйте набрала случайный номер и сообщила о бомбе сегодня милиция эвакуировала 50 человек из многоэтажки на улице Ефремова в областном центре о том, что в доме может находиться взрывное устройство милиция сообщила жительница одной из квартир а ей в свою очередь поступил звонок на мобильный телефон от молодой девушки та сказала, что в доме бомба сотрудники саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 провели осмотр четырехподъездного девятиэтажного дома взрывное устройство не было обнаружено в ходе розыска оказалось, что ложное сообщение сделала школьница из Добружского района она взяла телефон у одноклассницы набрала случайный номер и сообщила о взрывном устройстве в настоящее время Добружским РОВД проводится проверка хотел провести марихуану через границу но планы разрушили кинологи гомельской таможни в поезде Киев в Санкт-Петербург служебная собака нашла пакет с наркотиком а потом вычислила и хозяина тайник с травкой находился в нерабочем тамбуре одного из пассажирских вагонов полиэтиленовый пакет кто-то наполнил веществом растительного происхождения зеленого цвета хозяин Дурмана был установлен на месте в вещах пассажира инспекторы обнаружили остатки высушенного вещества схожего с содержимым пакета дальше пассажир не поехал и был задержан сотрудниками гомельской таможни экспертиза показала что найденная травка марихуана для 29-летнего гражданина Украины путешествие закончилось уголовным делом всего с начала 2019 года белорусскими таможниками возбуждено 141 уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу наркотиков и психотропов из незаконного оборота изъято более 623 килограмм наркотиков и более 8000 таблеток содержащих в своем составе психотропы под гомелем водитель едва не сбил лосиху с лосятами это произошло еще в начале октября но видео попало в сеть накануне автолюбитель ехал по трассе в темное время суток и неожиданно путь ему преградили трое лосей от наезда мужчину спасла только быстрая реакция около деревни жертв Светлогорского района легковушка столкнулась с грузовиком и перевернулась водитель автомобиля Opel стал обгонять многотонный МАЗ а тот в свою очередь решил повернуть налево в итоге произошло столкновение из-за которого легковая машина отправилась в Кювет и перевернулась с незначительными травмами водитель был госпитализирован не остались равнодушными в Речице инспекторы ГАИ оказали помощь автомобилисту в машине которого случилась поломка во время несения службы стражи дорог обратили внимание на автомобиль ФИАТ колесо которого имело неестественное положение сотрудники ГАИ обозначили машину стоящую на проезжей части конусами и достали из багажника домкрат с его помощью ФИАТ удалось приподнять и устранить неисправность сотрудники ГАИ всегда стараются прийти на помощь людям которые оказались в этой ситуации скажем так на дороге это не только водители автомобилей неважно это грузовой автомобиль либо это легковый автомобиль также оказываются помощи гражданам был случай когда оказали помощь человеку с ограниченными возможностями который не мог переехать дорогу наши сотрудники очень быстро реагировали и помогли человеку добраться до нужного скажем так места дорогие иномарки горят не хуже дешевых в Светлогорске произошло самовозгорание автомобиля Infiniti FX35 владелец смог сбить пламя до приезда пожарных в результате поврежден моторный отсек легковушки ущерб подсчитывается пострадавших нет вероятная причина замыкания электропроводки одного хотел подарить другого продать Жлобинская милиция задержала вора плюшевых медведей 23-летний парень проник в частный дом жителя райцентра и похитил оттуда две игрушки приметы подозреваемого сообщили соседи которые накануне кражи видели как молодой человек крутился возле частной швейной мастерской милиция вышла на след похитителя плюшевых медведей уже на следующий день ни подарить ни продать игрушки парень не успел однако стоимость косолапых оказалась достаточной для возбуждения уголовного дела по статье кража на сегодня на сегодня все я Руслан Габрилев благодарю за внимание до свидания эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта в студии Михаил Садовский здравствуйте в Минске проходит республиканский турнир по хоккею на траве травушка в соревнованиях участвуют юноши и девушки 2006 года рождения и младше всего за победу борется по 7 команд юношей и девушек по результатам первого игрового дня мужская дружина гомельской из дюшор номер один уступила хоккеистам команд замосточье 1 со счетом 2-5 и замосточье 2 со счетом 2-3 женская команда проиграла гродненскому ритмику 0-2 но победила оршанский темп 2-0 завтра в Гомеле стартуют открытые республиканские соревнования по конному троеборию параллельно в областном центре будет проходить и спорта киада детско-юношеских школ по конному троеборию соревнования пройдут в два дня 18 октября самонежная езда а в 14.00 стартует конкурт до 110 сантиметров 19 октября в 9.00 начнется конкурт до 115 сантиметров в 12.00 стартует кросс по окончанию которого наградят победителей и призеров гомельчанин Никита Каханский занял первое место на международном шахматном турнире в молдавском городе Унгены ученик 5-го В-класса гомельской гимназии номер 51 набрал 8 очков из 9 возможных в Мозере проходит первый открытый турнир по армрестлингу изо всех сил участие в нем принимают более 100 спортсменов в следующих весовых категориях мужчины от 63 до 95 и более 95 килограммов женщины 60 и более килограммов приглашение на этот турнир приняли спортсмены со всей республики на соревнованиях разыграют 27 кубков и 54 медали на этом пока все с новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский оставайтесь на Беларусь 4 Музыка 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 Музыка